Вот здесь мелкие цифры идут. Это означает запись пошла. Здесь только не нажимай. Вот, не прикасайся. И ровно не крути ее. Пальцы вот проверь. Я уже включил все. А, уже включил. Там приближать не надо еще. Нигде не дай кнопки не нажимай. Вот приближает и удаляет. Сестры, кто может становитесь? Отче наш, вяжись и на небесе. Да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесть. И остави нам долги наши окажи, и мы оставляем должником нашим. И не вредим на свои искушения, но избавим нас от лукового огонь. И мы Твоей Царство и силы и славы во веки. Аминь. Много милостива Господь. Именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наши занятия и под Слово Твоему Святому, Которое даровал Ты нам, Господи, для спасения нашего. Ибо по нему будешь судить это грешное приводение мира. И нас, Господи, садила искренне верными Тебе по Слову Твоему, чтобы вышли мы в этот мир и проповедовали Слово Твое, как Ты говоришь в нем. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание Тимофею, Святого Апостола Павла. Третья глава, первый стих. Верное слово. Если кто и епископство желает, доброго дела желает. Толкование. Так как было сомнительно, что матери могут пожинать плоды добродетели своих детей, то Апостол говорит, верно слово, то есть не ложно сказанное, и пусть никто не сомневается. Наставление, предписываемое Тимофею касательно епископа, относится к епископам всей вселенной. Если кто, говорит, ищет епископство, я не препятствую, ибо он желает доброго дела. Пусть же он ищет не одного начальства и власти, ибо и Моисей желал дела, а не начальства. Он защитил несправедливо обиженного и наказал обидчика. Епископство так называется, потому что имеет надзор над всеми. Здесь написано верно слово, и толковательно он говорит, что почему верно слово, а впереди, почему могло быть возникло сомнение, то есть и пусть никто не сомневается. А в чем сомнение, что матери могут пожинать плоды добродетели своих детей. А впереди мы на прошлом занятии закончили вторую главу, надо напомнить, что 15 стих говорит, что впрочем спасется через щедородие, о жене говорит святой апостол, если пребудет в вере и любви и святости силамудрия. То есть вот в чем могло возникнуть сомнение у Тимофея, он писал ему. И поэтому он здесь подкрепляется, что верно слово, и дальше уже говорит, каким должен быть епископ. И вот каким же должен быть епископ, он пишет. Первое послание Тимофею, 3 глава, 2 стих. Но епископ должен быть не порочен. Одной жены муж, треск, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен. Толкование. То есть быть украшенным всеми добродетелями, чтобы ни сам себя, ни другие не порицали его. Поэтому если кто сознает за собой грехи, пусть и не ищет такого звания, от которого удалил себя своими поступками. Ибо начальник должен быть светильником, чтобы все, смотря на него, просвещались и руководились его жизнью. Если человек, связанный узами брака, заботится о мирских делах, а епископ не должен заботиться о мирском, то как же апостол говорит о одной жены муж? Некоторые полагают, что он указал на безбрачие епископа. А если не это должно здесь разуметь, то что он, имея жену, может жить как будто не имея ее, то есть не подчиняясь ее желаниям. Говоря сие, апостол не законополагает, что епископ непременно должен быть женатым. Ибо как мог повелевать это говоривший? Желаю, чтобы все люди были как и я. 1 Кориффеном 7.7 Но если бы по тогдашнему времени, говорит, и случилось это, то пусть он будет мужем одной жены. Это сказано также и ради иудеев, у которых дозволялось многоженство. Некоторые же без всякого основания полагали, что апостол говорит это относительно церкви. Именно говорят, чтобы епископ не переходил от церкви к церкви, потому что это есть любодеяние. Далее. То есть быть осторожным, всегда неусыпным, внимательно, наблюдательным, чтобы все видеть и всегда быть готовым ко всякому нужному делу. Целомудрен. То есть поступать во всем благоразумно. Далее. Благочинин, честен. То есть благолепно честен. Ибо если он к одним только местным жителям приветлив, радушен и милостив, по пристрастиям. Но ему следует к странникам быть еще более щедрым, ибо это очевиднее свидетельствует о его братолюбии. Далее. Учителен. Указанные предсим качества требуют и от подчиненных, но более всего они должны принадлежать епископу. Вопросы. Я вот читаю, вспоминаю, как Игнать Тихоньев говорит, если бы меня избрали патриархом, начинает перечислять. А я вот читаю и... Ну что, тут вопросы. Тут все наоборот совершенно написано. В толковании и в самом тексте Ивана Новозаветном. Сейчас ни в коем случае нельзя, чтобы епископ был женатый. Вплоть до, наверное, анафемы. А тут наоборот все написано. Поэтому можно быть и неженатым. То есть вот как-то извинительно так еще. Епископ плавает. Теперь наоборот. Как надо, даже не наоборот. В отрицательную сторону все. Уперекоз, да, пошел. Ну, женатый и неженатый. Это не просто перекосы. Это противоположные вещи. Анти-Христ. Если есть Христос, Анти-Христ и Христос. И так тут тоже. Женатый и неженатый. Все. Нельзя быть немножко беременным. Или беременный человек, или нет. Я с тобой, по-моему, не соглашусь. Можно быть немножко беременным. Вот примерно, Наши Игнатия Тихоновича. Он немножко беременен. Он и женатый, и неженатый. Понимаешь, он об этом в фехилактике говорит. То есть он и женатый, но он не исполняет прихоти жены. Это мне написано. Написано про это. Не надо, сказки рассказывать. Давай еще раз. Как о сведении начинается сейчас. Так, брат. Во-первых, по понятию руки нужно говорить. Не перебивай. Во-вторых, я сейчас удалюсь. Это будет так себя вести. А еще что ты сделаешь? На правах ведущего. Да? Да. Немного взял на себя. Пожалуй, батюшку. Батюшку надеялся. Не напрягся ли? Много. Меня Господь поставил на это дело. Я обязан вести занятия. Да если на то пошло, ты читай. Как там написано, что в каждом начале перед занятиями выбирают ведущего. А ты на себя уже набрал эту всю инициативу. И теперь ты начинаешь распоряжаться жизнью. Читай. У меня зрение. Мне повезло. Но я могу достать очки. Вот дай другим братьям. Что ты ко мне это все? Дай, Виктор Андреевичу, читай. Ну зачем ты? Ты же желаешь. А я что ли начал это? Ты начал это. Тут как раз Фефилакты говорит, что он, имея жену, может жить, как будто не имея ее. То есть не подчиняясь ее желаниям. Ты говоришь, не написано. Можно сразу вопрос задам? Каким желаниям? Не подчиняясь каким желаниям? Хорошо? Жена, короче, написано все. Не написано. Объясните, не подчиняясь каким желаниям? Понимаете, здесь у братьев появился такой вот... Этот стих перекликается с тем стихом, где написано. Учить жене не позволяй не властвовать над мужем. Вот в этом стихе. Учить жене не позволяй не властвовать над мужем. То есть желание учить, воспитывать жене. А они прежде всего хотят учить. Да, это верно. Но, и возможно, что желание, и тут мы говорим уже о телесных, плотских утехах. Возможно, и это тоже отчет такого, ничего в этом нету. Нет. Ну, в первую очередь, именно учение. В первую очередь, именно учение. Это, как раз, евангельский говорит наоборот. Да. По согласию. Да, по согласию. Потому что, если вы супруги, так вы должны чувствовать друг друга в этом плане. И, соответственно, вести себя таким образом. Не то, что она захотела, а я не хочу. И все, и все пошла вон. Так же не бывает. То они и супруги. Одно тело, одно тело, одно тело. Поэтому ферфилакты объясняют. Муж одной жены и дальше разъясняет. Какой жены? Та, которая не будет командовать хотя бы. Лучше он пусть будет вообще не женатый, чем подкаблучник. Вот какой смысл я вижу в этом. Муж одной жены. Сережа, успокойся, все нормально. А я спокоен, я не женатый и не подкаблучник. Я совершенно спокоен. Бог меня избавил от этого. Молодец. Продолжай. Ты будущий епископ, я вижу. А мне нельзя, понимаешь? Ну, потому что... Все, тогда мы с тобой подровнялись. Мне тоже нельзя. Ну, вот. В этом мы единомыслием. Просто нету сейчас женатых епископов. Вот о чем речь идет. Я тебе говорю про это, а ты зачем-то вопросы упираешь. Понятно, что жена есть жена. Что там, в рак, а за камень-то заводить? Начинать. Мне вспомнилось просто, что Игнат Тихонович, когда говорил проповедь, в последний раз, вот, мы была встреча с епископом, потеряет кей. И он говорил о качествах лидера. А вот эти все качества лидера, они должны присутствовать у епископа, потому что он должен быть лидером. Тут недавно смотрел... И он выслушал эти все, так сказать, предложения. Он не от себя это только говорил, это как говорят святые. К слову сказать... Не приил, я полагаю. Вроде как бы мирское дело. Показывают Трампа. Вроде, ну, президент страны, ну, если так перевести. И за ним идет жена. И прямо, не видели этот ролик? И он так руку протягивает, люди как хочет ее взять за руку. Она ему так, раз, и весь мир вот этого там всасывает. Что она им руководит, он подкаблочник. Все вот это вот, конечно. Вот, не должен быть такой. То есть, ну, а в другие там, ну, может быть, они там поссорились. Это нормальная семья, всякое бывает. Но на всех такой жест. Она его опозорила, наша русская женщина. Она это понимает. Всего на русское. Нет, это в комментариях. Где сказать? А, ведущая. Они понимают, что так жены себя вести не должны. Это просто. Вы сами себя вели, нормально. Тот, кто всасывает, одесса. Так, дальше читаем. Самой ни одного мужа не дружали на это. Да. Короче, сейчас надо конкретно сказать. Сейчас нет ни одного епископа в мире, который бы был женатый. Все. И уже нет его тысячи лет. Вот о чем дальше-то разговаривать. Все, поехали дальше теперь. Пускай кто-то вопросы задает. Почему там и так далее. И он, нет вопросов, значит, поехали. Будем с неженатыми жить. 1 Тимофея 3.3. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Толкование. Не о том, говорит здесь апостол, кто упивается вином, но обранчивом и заносчивом. Не бийца. Здесь идет речь не о тех, которые бьют руками, но о тех, которые безвременно возмущают совесть братьев. Научает, как можно быть не пьяницей и не бийцей. Кто кроток, тот не будет сварлив. Как же выше сказал, что ему должно быть страннолюбивым. Но теперь прибавляет. Не сребролюбив, показывая, что он будет страннолюбив, если не будет сребролюбив. И вместе, научаясь, что под предблогом страннолюбия, не должен он собирать сокровищ. Что значит безвременно возмущают совесть братьев? И это вроде как в отрицательном смысле. Здесь идет речь не о тех, которые бьют руками, но о тех, которые безвременно возмущают совесть братьев. То есть бить руками плохо, а возмущать совесть братьев тоже по аналогии плохо. А я считаю, что возмущать совесть братьев, призывать к совести, это наоборот, хорошо. Что значит возмущать совесть? Ключевое слово безвременно в этой фразе. Что значит безвременно? Не во время. Без повода и не во время. Написано, обречая во время и не во время. Здесь идет не про обличение, а про искушение братьев. Искушение. Вот у этого человека идет искушение братьев. И поэтому у них совесть начинает возмущаться. Ну, к примеру, не так давно, где-то в 99-м году, еще были занятия у нас в Политехническом университете. Игнать Тивныч принес газету «Московский комсомолец». И там было написано «Голубой экран для митрополита». И там об одном митрополите было написано, что в Свейцарии у него там дом, прислуживают ему там женщина, журналист там рассказывал. И там был пост, а он ест гуся, порося и так далее, и все тому подобное. Вот, и этот митрополит, он из московской патриархии. Сейчас он выше стал в звании. И вот это вот все обсуждается. Вспомнишь, когда тебя не было еще? Вот это вот и есть безвременно возмущать совесть братьев. Или вот, допустим, ближайший вообще патриарх встретился с папой римским. И все, и там монахи возмутились, так возмущались. Вот это меня меньше, кстати, заботит. Да тут ничего такого нету. Однако вот возмутились тоже. Можно было узнать мнение всех, или как там совет может какой-то, я не знаю. Для меня это сложно, я в ту братьевую не ухожу. Как вы воспринимаете эту фразу безвременно, Игнат Игоревич? Вы начните рассуждать, если есть безвременно, значит есть благовременно. А вот теперь кто-нибудь благовременно, а остальное будет безвременно. Когда благовременно возмущать совесть? Ну вот то, что Сергий говорит, согрешает. Когда обвлечение... Временно возмущающим, теперь время это благовременно. То есть можно возмущать, необходимо совесть возмущать. А разы – это предвременно. Тогда все остальное, что за этой грани, вот так рассуждайте. Может быть мысль такая пришла, что мы часто видим брата согрешающего, но не видим кающегося. Может он уже давно покаялся, а мы его... А зачем ты так делаешь? Не надо так делать. Ну а как безвременно? Ну а как еще безвременно? Вот это и есть безвременно, от этого и апостол Павелок собреждает. А когда видно, что он еще не покаялся, вот тогда его возмущаешь, возмущаешь, вызываешь совесть. А когда он покаялся, что его старые грехи, его вспоминают? Как говорится, выбросил за хребетом. Все, вот это вот уже безвременно, в моем понимании. А вместо писания, если она не подходит, отцы не раздражайте детей. Да. Подходит, да? Ага. То есть, это значит ближе уже понятнее становится. Вот я думаю, что так. Ну а как еще? Благовременно призывать к совести это... Ну, благовременно, видишь брата согрешающего, значит ты говоришь ему, обличаешь его. Еще раз тоже грех, ну так ты объясни ему. Ну, если ты не покаялся, значит, тогда ты... А если он уже давно покаялся, этот грех не делает, а ты опомнишь, как ты вот тогда-то, ты вот был такой-то, такой-то, а он уже пять лет уже... Благовременно, допустим, первое к коринфянам апостол Павел обращается к коринфянам. И там вот об этом блудники рассказывают. Это возмущение благовременное, да? Хорошо, примерно. А потом, когда он показывает, примите его, он уже... Ну да, он их останавливает, говорит, примите, хватит там, что хватит его к нокоть уже. Да, это уже там неблаговременно было, так надо по нему полагать. Да, да, я думаю так. А как? Сегодня у меня ролик подбросили один. Ну, он, я русский. Идет молодой мужчина. И сколько? Может быть, и 25-30. И поет. Поет так, и громко. Ну, видно, что привык он петь. Идет, и три шага шарет, и сразу другая уже обстановка. Он выше, на годы лезет, а сам все поет. Потом на самой вершине, и появляется второй его двойник. И они как бы, он разговаривает с собой, и такая же фигура, такая же стоит, но бороза поменьше у него. Я так и не понял, как они составили, или как. И у него сережка. Глухи. А он меня все-таки поймал, и вот, и о сережках зашла речь. Я спрашиваю, а это-то зачем? Он же не женщина, а как будто женщина может. Я третью главу Исаии посчитаю. Я не выступил там, комментариев много. И видно, что ни одного православного нет. Их сразу видно, сектанты. Такое скудоумие. Вот у них храм. Нет, храм Бога живого мы. Все, храмов не надо. Бог в храме не живет. Ну, как не живет? Исаия, пророк, 57-я глава, 15-й стих. Прямо говорит. Живу я, говорит Господь. Где живет? На высоте небес. Вы согласны? Да. Запитает. Восвятилище. Уставить, конечно. Ну, в освятилище написано. Запитает. В освятилище. Дальше. И с окрушенными сердцем. Ну, вот. А в освятилище-то вы, почему выбрасываете на небесы? А тут в освятилище. А что такое в освятилище? Это храм. И кто живет, клянется жертвен, клянется храмом и живущим с большой буквы в нем. Он называется живущим. Он так живет. Да как же Бог не требует служения рукой? Бог не урокотворенных, храмов живет. Вот это узость взгляда. У него места писания не совмещаются. И поэтому любая дурь, она его сразу видна. Он боится выйти из этого. Надо по писанию говорить. Вот я их говорю. В освятилище Бог живет. А что такое в освятилище? Ну, в описании, видишь, святое место, алтарь, приносили жертву Богу. И дальше называется заведение поисковик, святилище. Я не могу его свернуть. Почему? Я не знаю, но кажется, человек когда-то перешел ту грань, за которую нельзя заглядывать. И он сейчас все на выворот идет. И он эту всю жизнь перестраивает. И он этого не может. Вот на меня нападает. И там в интернете говорят, почему на меня нападают? Я на икорах тоже туда взял. Обо мне. Почему? Потому что все вскрывает и показывает, как он делает. Вот сейчас о мощах Никола этого реброта привезли. С ума сходят. И меня спрашивают один. Он пропит меня, воевал все время. А тут такой ластовый. Все. Я даже пригласил ухотеряйку. Угорно-Малтая. Могу и сказать. Николай Суртаев. Он подписывался Снегов. Вот такие статьи на меня писал. Я еще буду напоминать. Это, ну, писал обо мне. Но так как я не подхожу, это не обо мне. И он здесь говорит, а вы знаете, какой полный материал я встретил. А дайте мне еще. А где? В живом журнале Андрей Кураев. А он там пишет, что Андрей Кураев взят от Игнатия Латвина. Андрей так и подписывает. Заголовок. И в конце. Это взят из трудов Игнатия Латвина. Ну, целиком ли он взял или нет? Теперь только проверить. А что от меня он подписал? С двух сторон. Значит, ему профессорского звания не хватает. Он у меня был здесь, вот в этом помещении. Вот здесь он был. Вот здесь вот Крейдун Георгий был. Он много не стал говорить. Потому что он тоже... Он говорит, для меня много значит, что епископ скажет. А Игнатий ему это, как говорят, по фене. Это есть или нет. И вот здесь, когда стали говорить, и тогда видно, что человек хочет знать. И теперь от этих овощей отошел. Работает как работа. Все, это неправильно, что делает дробет. А я вообще ее привозил. Моего нет. Андрей говорит, что, знаете, ничего не говорит. Он поднял целые пласты, которые мы забыли. Этот человек, до того расположенный, я его привозил потерянку. На день береги. Вот и все. Не надо на сегодняшнее упирать на это. Вот он сказал, когда благовременно, когда по делу. Нельзя иначе. А возмущает душу братьев? Да. Но он не сказал, на что возмущает. Он вызывает его. Но его звать Харисий, кажется. У меня в «Житьях» там написано в этих. Мина, слушай, меня патриарх послал. А мертвый там лежит. Нерезанный, целиком мощи. Это другое дело совсем. Харисий-то дьякон совсем не слушается. Он зубарится. Он все на своем стоит. То другое. Харисий выходит только шляк. Сразу у нас. Здоровый, крепкий бугай, как будто его не было. Выйдет рев зекулу по глазу. Как Репин писал о протодиаконе. Никого не слушай. Да видал я, что ты мне? Я вот тебе покажу. Я смахал, говорю. Отрубил руку по локоть. Так соженицей говорил. Все. Кто-то спокойно там оттуда. Сказал, Господи. Ради страданий моих. Останови Харисий, как только можно. А Господь остановил его. Останови Шилов, сердце. Инфаркт. Инсульт. А врач-то посчитывает болезни здесь. Нет болезни никаких. Он здоровый был. Вот сейчас пишут. Главный колдун. Там Глоба или кто-то до этого был. Все на 100% здоровье у него. 20-й. А Орта порвалась. Еще на ней. Быка вешали. Какой до этого? Если может. Там второй какой-то был. Там главный он считался. Главный предсказатель в России. Да не Бог это. Все? Нет? Габбард от чего умирает? Нет, это Шпировский. Ну пишут там этот. Бержанин с попу. О детях он там. Пишут такие. Это мировые весть метил. А чего? От ребенка. От своего ребенка. От сына придет смерть. Там перечисляет, которые есть. Одна, которая много писала о том, как сохранить семью. Кончила жизнь в полном одиночестве. И в конце повесилась. Надо смотреть. Мы не знаем кое-чего, чем кое-чего дарить сейчас. Он сидел как помешанно, не разговаривает не мог. И с чего я только раскачивался, сидел и все. Химон Гуэй тоже. Да. Все. Аня написана. У меня в книгах это есть. Столики моря. Здесь, если говорится благовременно, это у тебя власть дана. Вот мы сказали, он выбросил Нину. В храм она не заходит. Стоит на морозе наша сестра. Уже не один год теперь. Валенки протают снег. А он дурит и все. И приехал, который новый епископ. Новый, которым отдали тот район. Он громит это все. И с него не признают. Как? Да, для меня? На как лучше? Ну, выше как Богу угодно. Раз они ее выгнали, а ты молишься, и ничего за собой не знаешь, это от Бога. От Бога. Ты теперь молись о нем, чтобы он внезапно не умер при переходе реки. Как у Ирины. Она молится, отец ее подписал указ. Казните ее. Едет на лучших лошадях. И вдруг тормоза отказывает. Лошади бросаются на него и загрызают. Все. А было так вот, проверенные лошади. Ну, представьте себе, Индира Ганди. Всемирно известная женщина такая. Она нанимает лучших охранников. А среди охранников ее смерть. Выходит утром на прогулку. Он сопровождает, становится на колени. Из автомата ее во всех направлениях прострелял. Все. А на место ее разжил Ганди. Его надо тоже убрать. Как? А что он любит? А он любит девушек. Такие, что были с бюстом большим. И чернявые. Все. Такие есть, есть мусульманка. Ее зарядили. Бомбу заложили здесь. В момент, когда она наклоняется. Жидкость. Еще ты взрыв. Она только к нему подходит. А он объятия распростирает. Ватарин от взрыва. А второй сын на самолете летит. Отказал. Бегатель тоже. Все чистое место. Жены Кеннеди застрелили. Роберт бьется. Бушему министру юстиции, чтобы его пропустили. К нему пробирается. Стреляет при народе. А у Эдбарда авариум. Под мост летит с машины. Клан Кеннеди долой. А как это? Не знаю ничего. Я просто говорю факты. Но за этим что-то есть. Что-то. Где-то они перешли. А у святых было так. Посылал посол убитый. Убийца. Он стоит с кинжалом. Пришел. Что-то благословите. А он смотрит. Еще только руку. Еще сзади делаю. Что у него кинжал. И он задрожал. Кинжал уравнил. Все. И сделается другом. Надо уметь сказать. Когда сказать. Как сказать. Обещать. Я все думаю. Вот мы сейчас так делаем. Все. Но Роснадзор приедет. И приедет не один. А приедет с уголовным розыском. Ко в прошлом году. Приедет. Как мы будем себя вести. Когда повезут на суд. Тогда не думайте о том. Но когда в жизни. Надо все обнимать заранее. Вот сейчас показывают. Я например. Если еще разошел. На столько роликов. Показано. Как ты стоишь. Глаза свои закатил. Тебе задание было. Так и стоять. Молиться не разговаривать. И вот смотрите как. И тут. То есть что ты не разговариваешь. На тебя там этот. Вася. Стоят они с этим. Вася это был с кем? С Алексеем. С Алексеем. С Устиновым. И дальше показывает. И как было в действительности. Идет полиция. Подходит. Документы показывает. Так. Игнатий Тихонович здесь. Молшит. Еще молчит. Надо в больницу отправлять. Он молчит. Заходит. Они все фотографируют. То есть как мы тренировались. И все видят. Так идет. Та же спрашивает. Те же самые вопросы. Которые мы проиграли. И так же не разговаривают. И на весь интернет. А таких-то лагерей перешерстили. Тысячу наверное. А где и было нет. Репетишек забирали. В автобусе. В жару держали. Не поили. Не кормили. Под самцепеком. Там описано все. У нас еще не было. Ни одного ребенка пальцем не коснулись. Я их молчу. Наверное. Из лагеря бежали. Ночь ночевали у Надежды Васильевны. Из Канады Егора не делали. Егор-то никакой. А его приспособили. Он штукатурит. Да он довольный пальмёр. Рукавленный мужчина. Игоря там штукатурит. Стоит. Да кныч это еще две сестры приезжает. И мама. Канада. Вот как. А возбуждали моих саду? Да они будут возбуждать. Но это они. Они не епископы. Но мы должны быть приготовлены. Опять же будет инструкция. Меня нигде нет. Меня и не найти. Я уходить буду. Не буду говорить. Нигде они меня искать в лесу. Были. Они ездили. Искали. Искали. На своих каких бобиках. В разных концах. Вернулись и говорят. Не нашли. Они говорят. Ну поехали домой. Едут. Смотрят на бугре. Ребятишки бегают. Кто там взрослый-то? Они развернули. Давайте подъезжают. Я там бегаю с ними. Ловим кузнечника. Кардиначник такой. Черные крылышки. Как взмахнет там красное. Они отоснули. Секретарей. А мы там были. Там где черная береза. Сказали вы ей поклоняетесь. Зиняющие кедры. Всякую. Дурь. Березы черные поклоняйте. И маленько плодясь. Пили ее. Как беден сделал. Кто же пилил не знаю. А какая береза она там есть? Возмущать совесть человека правильно. Это искусство. А Духа Святого. Может еще не говорить. Вот мы так делали. Они бы привязались. Каждому слову нас. Мы ни слова не сказали. А то что я молчал. Статьи нет такой. Меня спрашивают. Я не отвечаю. Нет. Непотянение. Мне рассказывает Василий Толстенко. Ты знаешь. Он же военный следователь. КГБ. Ягода одного допрашиваю. А он зашел вот так вот. Весь наколотый сильный. Ну слушай внимательно. А за ним убийство если-то. Ты мой голос слышал? Ну все. Больше не слышал. Ягода вокруг него спрашиваю бесполезно. Судите. Ход сто лет мне давайте. Я все равно убегу. Прямо говорит. Убежал. Убежал. Невиданный побег. Как сделано было. Прогулись. Оставили на автолет. Сбрасывает лестницу. Подтягивает. А ты не знаешь. Стрелять и стрелять. Указания-то не было. Его там опускают. А там и машина уже в лесу ждала. А и машина в разные стороны. Три машины. Никто не знает кого делали. И все это в интернете показано. Поэтому и делай как Бог угодно. У меня не скольбуют. В прошлом году три раза, кажется, начальник уголовного розыска приезжал только поговорить. Главный вопрос. Как я к Путину отношусь? Люблю его или нет? Путина. Любовь. То есть ему охота, наверное, чтобы мы были друзьями, как во сне. И все. Опять кончилось. Ничего нет. Нет. Но если какая смута выискать, на какой стороне будет. Мы не дали поздравление молиться. Мы боремся за него. Чтоб мир Бог продлил. Мы ехали дорогой разговаривали. Крещина Николая говорит. Давайте вообразим. Путина нет. На его место поставить. И берег другой. Так будет. Все знают. Да, конечно, нет. Это трешительно. У него практика уже большая такая. Скажите, вот мы едем сейчас, говорит, выезжаем за границу. Едем по Турции. Нам Путин помешал где-то. Задача-то неимоверно трудная. Германия предупредила. Вам здесь не разрешат. А с Германией нам сообщили. И не кто-то, а Людмила Плетт. А я Валентина Старфисон спросила. Еще подобное. У нас все двери были открыты. Нюрбинский процесс перед нами открылся. Мы там в Нюрбинге были. Вот как. Даже не зная их правил, мы вызывали у них расположение к нам. Как нас площадь полиция остановила. Как дали направление, как к Валентине ехать. Бог. И поэтому, не возмущая, епископ должен быть мудрый. Вот тут был епископ, который ни на чем прямо. Вот приехал он туда, опечатал все кассы. Против кого поднял руку? Против Войтовича. Против Пайдебло Михаила. И против Кафранова Михаила. Ну, знаете, тут я был. Еще нет. Ни одного века не видел. Все до одного умные. Все. А этого, другое место, даже такого митрополита, как будто мы с ним всю жизнь жили вместе. Приветствуемся. Все понимают. Ни одного человека, он, знаете, нет, который бы местом митрополита Сергия Ивановича обвинил в лицемерии. И он говорит, видно, как он знает, где он относится. У него опыт. Он был не регентом до этого. Он много лет был священником. Приходом руководил. У него общение с людьми налажено. А тут, я считаю, что он считает с родственной душой. Я же ему сказал, какую бы он мне биографию-то дали-то. Как вы обдумали-то? Отступлений, говорит, нарушений канонических, догматических не обнаружено. То есть он не сказал мне, что они обнаружены. Мы искали, не нашли. А если найдут? Ну, мы не могли найти, я бы и нашли. Молодцы. Я бы тут уже забегал и сказал. Как он ответил тому же. А как гражданин говорит, значит, их лишь может образовать лагеря. Согласно вере и конституции Российской Федерации. Сейчас говорят, патриарх всея Руси. Какой Руси? Когда у нас Российская Федерация. Так он еще не русский, а православный. Патриарх. Так вы меняете название каждый день. А патриарх-то не меняй. А я нигде не выступаю. Если уж явно прямо беззумие полное, тогда я пару слов скажу. Там буря поднимается. Ну, интересно. Вопрос можно. Немножко назад вернемся. Это сказано так же и ради уудеев, у которых дозволялось многоженство. А как же не пролюбодействовать? Как дозволялось многоженство? Почему разрешалось? Да. Почему разрешалось? Абрама кто осудил за Агарь? Судья осудил его, как ли, Бог? Хорошо. А когда многоженство и кем было отменено? Вот Павел и говорит. Павел говорит. То есть до Павла... До Павла всегда разрешалось. Но Якова сколько было? Они торговали мужем, как хотели. Яков был под Каблучши. Нет. Они между собой тут, а он пасет, еще не знает, приходит. А эти разговаривают. А кто это, сын пришел? Арии, ты не видишь, слабые глазами, очки не снимай. А Мандрагор, че ей так захотелось Мандрагора? Прямо аж засвербело. А мужа отдашь на ночь мне? Отдам. Он идет ночевать в своей любимой Рахиле. А так говорит, я тебя на ночь отдала, иди к Леве. Разберу, оглоблю туда. Какой простой Яков-то был. И при том по совести. Только одну ночь ночевал. С этой каждый день пустой шеребок. Там один раз засеял, все, в сходы, полные сходы. Она родила столько, сколько остальные все провели. Один раз ей заглянет кто-нибудь, даже, может быть, до кровати не дойдет. Все, пошел домой. Подождите. То есть, многожелство дозволялось до Павла. А заповедь непрелюбодействия не отменяет ли она многожелство? Измена. Когда вот сейчас у мусульман. Прелюбодеяние изменено. То есть, многожелство это не измена? Нет. Это, пожалуйста, визм. Никакой измены здесь нет. Просто во Христа не веруют. Прелюбодеяние... Прелюбодеяние было теперь многожелство. Их ждет. То мы считаем Дух Святого. Они говорят, не отнимите меня Духа Святого. Так? Да. Давид говорит. А в это время у него 10 жен. Да еще, когда отнял чужую, вот это прелюбодеяние. Вот это ему вину на пазу поставил. Они тоже узаканивали эти браки-то. Многие-то, жены, они тоже были законными. А вот когда обращался в христианство, вот тут задача ставила, какую оставить? А оставить можно только одну. И он теперь думал, какую оставить? Конечно, лучше всего не одной будет. Но он сидел и думал, эту оставить-то. Но я ее и так оставил. А она больше всех любимая. Нет. Он выбирает эту взять. А кого она, говорит, уже старая вешалка. А это кого? Она и по месту не вылазит. Аптека ходящая. Он выбирает. А я вот эту оставлю, крайнюю. Она рисует. Так она маленькая. А у них 12 лет замуж уходили. Нормально. Все пройдет. И они тоже выбирали. Я этого не знал. Я просто говорю не о вас. А то сейчас у меня жены-то заклюют. Не, ну ты не забудь, что все они идут в вас вместе со своими 10-ю женами, 4-мя и так далее. И все дети их, если не уверуют во Христа. Но, однако, оговорено было, что, говорит, когда разбогатеешь, богатство ограничено где-то. И не имеем много жен. Указание-то было дано. А Соломон прошел против этого. Тут его и пакость. Большего подкаблучника, чем Соломон, не было. Он смотрится на филистимляне. Это изящные враги. Я тебя отдам. А моя дочь, она же не еврейка. А я ей построю капище. Вааба будет поклоняться. А так теперь так. Если ты со мной пойдешь, люстру повесишь, я схожу с тобой в храм на литургию. Такая матушка. Ну и все кончилось. И он, говорит, опередал власть куда умному. Куда умному Рабааму. Многоженство отменил Христос. Писание-то об этом прямо говорит. Что одно Рабааму было за. А не Серега и Молода еще. Ну почему раньше, когда это было? Жену-то из Рабаа делать. Почему до Христа-то никто про это не говорил. Ладно, если при живом уже выйдет. Это был закон. Конечно, это Маме говорил, потому что у Иисчиков это тоже. А если, допустим, он до крещения имел много жен. А теперь остался один. Потом всех оставил, а пошел ловенько выбирать. Нет, можно ему епископом быть или нельзя? Боже. То есть крещение... Убийцы, это можно. Ничего себе. Хочу быть митрополитом. Если крещение принимать, человек данного родился, того и нету не верно. А этим... До былого можно епископов все до крещения? До крещения, если. Ну а Василий Толстенко... Василий Толстенко, когда обратился в православие, крещение приняло, батюшка. Я просто шутил. С осторожностью. С осторожностью. Это как Златоуст говорит, сколько раз вставай, сколько раз вставай, сколько раз вставай. Я не подворствую падению, а говорю, чтобы ты больше не падал. Не отчаивайся. Почему Невстинайский говорит, что греши дело человечество, а отчаиваться дело фатаминское. Как бы то ни было, да и зачем тебе? Я знаю, если через 30 лет ты уже перешел, то потом замужем все говорить. Зачем тебе это сейчас нужно? То есть епископом, если до крещения было много жен, и он крестился, то епископ ему дозволяется. Но если до крещения много жен было, то жениться не дозволяется. А вот смотри, ты как считаешь, какой грех больше, когда имел много жен или когда был колдун? Колдун. Колдун. Свирепый колдун. Колдун. А гребент Карпозенский таким бы был. Он принял крещение, и даже два года не прошло, и его уже епископом поставили. Да притом, всемирный известный. Каноны, когда Криго правил, самое большее число правил в Карпозенском соборе. Так он был? Нет, он вообще не был. Инструкция. Сядка по-другому никогда не поняла. Это 314, по-моему. Нет, нет. Я говорю про повторные браки. Если до крещения были браки, то после крещения... Сейчас ты считаешь, браков не было, до крещения был блуд. А как же тогда апостол Павел говорит, что если до крещения были они в браке, потом один уверовал, и он говорит, это... Он дает понять, что были женаты это. Но в церкви слово «брак» в крещает крещение. Последний бедашний мюнцид одержит венчание. Ну, а эта неверующая сторона не хочет венчаться. Значит, это блуд, раз он не венчан. А апостол Павел говорит, апостол Павел называет это браком. Так брак или блуд. Он называет брак. Но мы должны понимать, что закладывалось в это слово «брак». Как говорить, невозможно быть чуть-чуть беременным. Либо блуд, либо брак. Как вот теперь? Апостол Павел... Ну, память, верующий и освещается верующим тоже в Писании написано. Ну, значит, это брак. А был до этого блуд как-то. То есть он не крещение... Ну, ладно. Слово «любить». Поясни, как понять слово «любить». Смотря что «любить». Ну, смотри. Ну, кажется, что тут пояснять-то. Однако вещи... Исполнение закона. Там написано «любовь» и исполнение закона. Да, любовь... Ну, косними. То любит мир, то мне любит овощи. Я Бога люблю, а мир любишь, сережками стоишь. Вот и все тебе... Откуда ты взял это? А ты сам себя обманываешь. Вот это-то на виду у тебя. Послушай. Кто любит мир, то нет любит овощи. Тебя славит. А почему Христос, три же Петра, спрашивает о любви? Если бы я не слушал проповеди, я бы не знал. В греческом языке слово «любить» выражается тремя словами. А у нас только один. Я посчитал, когда кажется на японском языке, у нас путь, дорога, стежка может быть. А у них чуть не 18 значений. И когда перевозчики делали, Николай Касаткин, японский-то, они не могли перевезти. Говорит, я есть путь. Какой путь? Отдельный путь, к которому может идти только император. В эту-то войну, когда две атомные сбросили бомбы-то, они согласны были бы, без договора, решался один вопрос. Оставляет императора или нет? Для них жизнь без императора немыслимая. Император – это бог на земле. И американцы сказали, да, император остается. Все, они оружие бросали и дальше шли в плен, и никто из плена-то не вышел. Все умерли, все погибли японцы. Они еще могли бороться. Еще пять миллионов у них солдат было. А верность-то какая у них была? 30 лет прошло, а ему никто не сказал. И он один живет в джунглях, подкрадывается американцы, щелкнул, опять убежал. Записали родных, голоса, он это не верит. Родных привезли, а они выходят, он не верит. Его оставили стрелять, и он стреляет 30 лет. И, наконец, он поверил и вышел. Что бы сделали? Сразу убили. У него гора трупов, он сколько убил, 70 человек. А его привезли, реабилитацию какую дать ему. В какие условия поместить. Да сохранить его. Он побыл сколько, поехал в Америку, и там его не тронули. И все это сейчас показывает открыто. Любить. Я люблю картошку жареную, пареную. На строгателе и потушить. На сковородке. Ну и что? Ну вырази. Ну кто по-немецки знает? Где у тебя Нина сегодня? Дома. А? Дома. Дома. А почему? Пусть она напишет заявление. Как у нас положено. Была, она даст объяснение. Не то, что я там перевозил. Их габе герн по-немецки. Мне это очень нравится. У нас переводит. Я люблю картошку. А у них два слова. Габе герн. А теперь я люблю свою жену. Теперь какое слово? Их либо. Их либо дихо. Так. А я люблю Бога. Все. А у них там и агаты, и фили. А вот теперь смотри-ка. И когда Петр-то на еврейском языке этого не понял, и на третий раз, когда спросил, он отвечал. Господь спрашивает, ты любишь меня, чтобы умереть за меня? Он говорит, да. Ты мне нравишься. Вот что в оригинале-то, я говорю, смысл какой слово-то. А в русском языке перевести нельзя только толкователь. Почему курсивом буквы-то написаны? Да, дополнительное для разъяснения. И когда в конце Господь спрашивает, ты готов за меня умереть-то? Вот теперь, любишь ли меня? А вот, вначале спасил умереть, и теперь, и он тогда понял, что он спрашивает, он, ты, Господи, все знаешь. Если даже вот эти вот сидят, апостолы, ты их не считай настоящие, а они все отрекутся, а что ты не я? Петр-то, ты, Петя, ты не знаешь, что с тобой завтра будет. Петя, петух-то не пропоет, как Петя, апостол отрешется. Интересно, вместо креста у Католика, видишь, и петушок стоит на кастуле. Напоминание. Петушиное, Кирилля. А в лагере, если говорят, это петушили, то они изнасиловали. Это ужасно, считай. Первое, Тимофею 3.4. Опять, каким должен быть епископ? Хорошо управляющий домом своим. Детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Значит, дети у него? А откуда дети с ним? Ну, у Сергия Спасителя, это он же все знает. Простите, говорит, у Филарета. Я не говорю, что я знаю. А чем писал Александр Ведерал в журнале Огонек? Когда он был в митрополитовой патриархии, жена при нем и дети все здесь вместе. Ну, это не знаю, это журнале Огонек. Толкование. Об этом говорят также и внешние писатели, что хороший домоправитель в скором времени может сделаться и хорошим правителем государства. В собственном доме он должен показывать пример. Ибо кто поверит, что чужого покорит себе тот, кто сына своего не умел удержать в зависимости? Как сделает чужих честными, когда своим кровным попустит жить нечестно? Далее. Со всякой честностью значит и в слове, и в деле, и в одежде, и при том пред всеми, и во всякое время. Вот Иерус был подкаблучник сказать сегодня, а Петр Первый был или Иван Грозный? Одно слово жена сказала не так, сразу ее проруби утопил. Семь штук. Эти уж не были подкаблучниками. Штуками считал. А Петр Первый такой. Семь жен утопил? Нет. Спотерина, это у него в душе не чаяло. И когда он привез картошку, вот картупелис называется, картупелис, и главное брали еще цветы, которые растут, казались хорошими, еще там не знаю где-то. А он клубень-то дал, и она стала его живать, говорит, ой, какой прекрасный, будет брать-то, ее сначала сварить надо. То есть она ему угождала, все, даже сырую картошку жует императрица и говорит, ой, какая вкусная. И он ее не оторвало себя, она грамотная была сильно. Это его последняя, Екатерина? Я, я, я. Совета Петровна еще покажет. У русских были царицы хорошие. Которые потом с Монсом Петру изменяло. Да. А этот заблок в Библии, персонаж, когда жена не вышла, к царю-то. Остинь. 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 Остинь тоже вторая была, или первая? Остинь была. Остинь. Остинь. Он, получается, с ней, как, он, получается, ее изменил? Он ее не изменил, он язычек, никаких заблок не было. Ему набрали там, горел целый, а потом их обущает, как она из сердца сей, поцарапалась, а Евна говорит, еще делаешь, что в преоператоре нельзя. А как вы думаете, она посмотрела, как вы скажете, вас сразу видит такой гордый мужчина, а он Ева там сразу перед ней стал-то, мужчина. Ну, какой мужчина-то? Не передо мной. А охота видать был. Красивый. Первое, Тимофея 3,5. Ибо тот, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лисчиться в церкви Божией. Здесь был епископ Максим Битрин. Ну, его билет отправили там. А там какая-то монашка старая. Я говорю только то, что здесь я в интернете видел. На него сильные нападки были. Он крутой был такой. Сорвать мог наш. Отца Павла-то как он. Отнял все и не отнял. Еще я крест снял, магнитофон, рясту. Но там у него получилась так. Он ей сказал, на клирус не заходи. А она зашла. И прямо во время службы, говорит, или как там, подошел. Он сказал, я же сказал, не заходи-то. А что там она где-то? Он ее схватил за шивора и поволок. Поволок ее через храм и, видимо, большая папина догнал, ногой под задницу свою и катись. Как поднялись мирские все против него, его. А его девать не было, его и так в сам угол загнали. Да по-бейся или не бейся. Пока он ее тащил, ты еще их загрел и гвоздал. Видимо, она его соблазнила бы на это. Ревность по-бой. Монашка-то. Старая какая-то монахиня, заслуженная. Чем она заслуженная? Видимо, она много лет нарушала. Он мог бы это сделать другими путями? Не сам это делать? Сам. Ну, я говорю, мог бы. А кто? Бейся, я не могу сказать. Я его знаю, но я не знаю, как бы он еще бы это делал. Он епископ. Он же худенький. Он, ну, рад, как бы в аргаловом вместе был. Она никак не была. Я Василию подговорил. Они, конечно, уже не тут за нее все. Он ее оттуда зашивали, потащил, как полук-муху. И все это в интернете, все напечатано. И на него жалобы. И городские жители там поднялись. А от него еще больше нет. Он ее выгнал, больше она не идет. И вот, когда приехал сюда, люди идут. Вепарьки-то не запускают. А еще идете? А тут наш епископ Антоний похороненный. Он посоветовался. А что делать-то? Да ночью я его вытащил из мобилы. И его вытащили. И на кладбище похоронили. Жалоба. В первую очередь, нарушился на пединстанции. Не пригласил. Без нее нельзя было. Дальше родственников не спросил. Не посоветовался со священниками. Делал глубокой ночью, как монах там какой-то, Телуру или кто-то сделал-то. И все это патриарху. И патриарший указ был, выговор. И чтобы этот выговор, их журналы, дилатайская миссия, чтобы он напечатал. И напечатано было. Видел? Я приносил тогда. Но он, взяв на себя вот это дело, он избавился от всех паломников. В чем тут кладбище устраивают? Меня тоже там хороните. Если так вот взять, по-хорошему, то он неплохо сделал. Он взял на себя это. Он решительный в этом вопросе был. Если бы он решительный был за дело Божие. Я говорю такие слова, как бы, не одобряю его. А там можно было проповедь говорить этим? Проповедь можно было говорить тем, кто туда приходил. Специально собевать их на занятия. Все пришли вперед. Как было, ты знаешь это. Я беседовал прям с этим человеком, который выкапывал. Который был уникальный. Мы с ним на певцом сидели. Я прям беседовал с этим симонаристом, который выкапывал. Да. Он ко мне приходил, когда я на площади стоял. Все время приходил, придет и станет слушает, слушает. Щетина такая. Я его спрашиваю, а что у тебя такая щетина? Так это, мы сегодня ночью-то, Антония выкопывали. Я отшатнулся аж. Как выкопывали? Еще никто ничего не знал. Я вам пришел, сказал, Антония выкопывали. Да. Я говорю, сколько вас... Я вижу только одному, всех никто не знал. Да. И сколько, говорю, у вас было. То нас там много копало. И я тоже вот. И вытащили. Я говорю, прям в группу? Да, прям вытащили. Я говорю, руки ни у кого... Не посмотрели? Нет, не смотрели. Руки ни у кого не отсохли, с вашей. А что, должны отсохли? Нет. Я говорю, понятно, и поэтому сегодня вас епископ с утра не шерстил. А он же приходит и смотрит, кто не бритый, брейся. И они брейся. Я говорю, что, епископ сам ходит, занимается этим? А как же? Если не побрился, он как даст, даст. Толкование. Еще раз прочитаю пятый стих. 1 Тимофея, 3 глава. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от церкви Божией. Вопрос. Толкование. Дом есть не что иное, как малая церковь. Поэтому, если он не может быть хорошим правителем того, что невелико, и легко определимо, и легко ведомо, то где ему управлять нравами и помыслами, недомыслимыми, нескольких душ, достоин внимания вопрос, почему апостол, предъявляя к мирянам такие требования, умертвите земные члены ваши, колоссянам 3.5, и еще, те, которые христовы распяли плоть, Галатам 5.24, от епископа требуют теперь меньшего, не соответствующего столь высокому званию, именно, быть не пьяницей, не биться и так далее. И Христос, повелевая взять крест свой, говорит, пастырь добрый, полагает душу свою за овец. Иоанна 10.11. Поэтому Павлу следовало требовать от епископа, чтобы он проводил почти ангельскую жизнь, чуждую страстей, приличную высоте его жизни. послушай, что с такой строгостью в образе жизни немного можно было найти людей, между тем, епископов требовалось много, которые бы предстоятельствовали в каждом городе. Поэтому апостол и требовал умеренной добродетели, которые можно было бы найти у многих. Но ныне, увы, куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. «Помилуй нас, Господи!» Это говорит блаженный Феофилакт. А теперь на эти слова Игнатий Тихонович дает большой комментарий. Наберемся терпением. Очень редко, что большой. То есть, допекли, дальше не будет. Ну, куда ниже пьяницы. Ну, послушай, говорят, комментарии какие? Все тут мои есть. Ну-ка, на какие слова? «Куда мы, епископы, упали?» А так кто говорит? Блаженный Феофилакт. Да, Феофилакт. Да, Federalist. Это Златоуство. Слова. Но, а Златоуство семь слов против священства. Она не скрывает, говорит. «Я больше всего священствия дают Златоуство» А священство? О, священство! О, священство! Конечно, не против священства ты что? против священства. Ну, ты даешь. Что вы будете делать? За священство! Не говорите, опять. О, священство! Жди. Все мои мужчины. Слово против иудее. Из-за от священства. Минимум трое, обычно больше. Подождите, сейчас в памяти освящения. Златоуст семь слов против иудеев, есть такое? Да. А против священства нет. Шесть, по-моему. От священства. Шесть слов. Я перепутал. Восемь слов против иудеев. Я сказал против священства. Простите, нет, конечно. Но не против священства Златоуст. Не выйти против священства. Тебя под страхом смерти не заставишь быть священником. Да. Тогда ты поймешь, почему против. Комментарий Игнатия Хлапкина. Игнатия Тихоновича, скажем так. Игнатия Тихоновича, да. Дай его дорогу. Да, не попадись. Признав себя творением Божьим, признав над собою владычество Господне, и признав истинность всего написанного в Библии, человек должен заняться разрешением самого главного и трудного вопроса. Как ему спастись? Как не погибнуть для вечности? Что я тут сказал не так? Уверовав во Христа, приложить все силы, чтобы исполнить волю Божию о себе, исполнится Духом Святым и радостью служения Ему. Пока ничего такого. За что бы можно отключить или там гнафимы предательный Бог. Если Господь положит на сердце, что мы, что ты должен служить Ему пастырем и тем более архипастырем, то как ты должен к этому готовиться, познавая волю Божию ежечасно? Епископов называют ангелами церкви, и святые отцы учат обращаться к ним, как к источнику мудрости, как к самому Христу. Какую ответственность это накладывает на них? Как же могло случиться, что они превратились в диких зверей? Деяния 20.29 Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Иоанн Златоуст, бесстрашный в обличении властей и церковного священно-началия, признавался, что никого не боится так, как епископов. Но они-то сами разве не видели себя, разве не имели пред собой священного писания, чтобы сравнивать свою деятельность с написанным в нем? Как мало тех из них, кто вопиял вместе с блаженным Феофилактом, куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается и тени даже самой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! И у каждого епископа свой штат, свои защитники, лизоблюды и прихлебатели. Вот за эти уже слова могут они цепляться. Мы-то не заблюдаем. И все искали епископского благосклонного взгляда, кидались ему под благословение и считали это за великое счастье и милость Божию. Разве это не говорит о полной слепоте окружения епископа? Если бы паста была под водительством Духа Святого, то неужели никто не сказал бы епископу о той смертельной опасности, в которой пребывает его душа? И тогда, быть может, обличаемые своими овцами, они могли бы пасть и принести всенародное покаяние пред Богом, говоря, Куда мы, епископы, упали, так что в нас не обретается ни тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Повторяю второй раз уже. Прошли времена лютых гонений, что они могут начаться, быть может, сегодня же. Бог дает передышку своему воинству. Во времена гонений, как говорят святые отцы и правила Карфагенского собора и Григория Неокисарийского, многие погрешали против своей совести и нанимали вместо себя язычников принести жертву, чтобы попасть в списки благонадежных граждан государства. И все эти отступления церковь решительно осуждает. Тем более сотрудничество с властями, поставление в епископы при содействии властей, уполномоченных по религиозным культам и органам госбезопасности. На этом страхе и лжи пытались сохранить структуру управления церковью, в кавычках, спасти ее. И это оправдывалось, и продолжает оправдываться сегодня в мирное время, что якобы Сергиевская декларация не является каким-то политическим документом, как говорит сегодня патриарх. Когда случались подобные падения епископов, патриархов, пап в первые века христианства, если они приходили в чувства и раскаивались, как святой папа Маркеллин, то они давали завещание церкви не хоронить их, а отдать на съедение псам. Житие от 7 июля. Они открыто обличали тиранов, становились мучениками, делаясь образцом для всех последующих епископов, отступников, которые кодили фимиамом, восхваляли сатанинский режим. Они дали пример всем будущим отступникам, чтобы те могли, осознав свое предательство, тотчас сложить себя сам и в слезах вопиять. Куда мы, епископы, упали? Так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Правила вселенских поместных соборов и святых отцов отлучают от церкви всех, кто молится с еретиками. Эти правила являются инструкцией по отношению ко всем ересям, экуминизму и всемирному совету церквей, предтече церкви Антихриста, а называющие себя православными епископы во главе с патриархом участвуют в экуменических молениях, в этом дьявольском шабаше нечистой силы, давая пример своим посолам. Куда мы, епископы, упали? Так что в нас не обретается и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Григорий Богослов пишет епископам. Вы, приносящие бескровные жертвы, достославные приставники душ, вы, которые восседаете на знаменитых престолах, превознесены, а в делах внутреннего благочестия не отличаетесь от прочих, говорите с важностью о том, что делаете слишком легкомысленно. Было время, что сие великое тело Христово было народом совершенным, а что ныне смешно то видеть. Всем отверст вход в незапертую дверь, то есть к сану епископа. Приходите сюда, уточневшие, винопийцы, одевающиеся пышно, обидчики, снедающие народ, листицы перед сильными, двоедушными, рабы переменчивого времени. Приходите смело, для всех готов широкий престол. Вы толпитесь около божественной трапезы, и теснясь, и тесня других. Кто смотрит на вас, тот пойдет противоположной стезей. И это единственная польза от вашей испорченности. Святитель Иоанн Златоуст. Далее цитата. Что может быть беззаконнее, когда люди негодные и исполненные множество порока получают честь за то, за что не следовало бы позволить им переступать церковного порога. Ныне грехами страдают начальники церкви. Беззаконники же, обремененные тысячей преступлений, торглись в церковь. Откупщики сделали с настоятелями. Это бесчиня получило некоторый законный вид и особенно распространяется. Если кто согрешил и обвиняется, то такой старается не о том, чтобы доказать свою невинность, а о том, чтобы найти сообщников для своих преступлений. Симеон Новый Богослов. А, нет, неправильно. Далее. Симеон Новый Богослов говорит. «Из епископов есть многие из немногих, которые высоки и смиренны духом, и противным смирением, которые гоняются за славой человеческой, превознося над всеми внизу сидящими, незванно входят внутрь Христово святилища, вступают без хитона благодати Духа Святого, который они никоим образом не восприняли. Входя же, они показывают себя близкими Христу лицами. Дерзко и самонадеянно они прикасаются к божественным тайнам». Еще цитата. «Кто вручит власть человеку, временному, вредному для церкви, тот будет виновен в дерзких его поступках. Как для избранных, недовольно сказать свое оправдание. Я не сам вызвался, я не предвидел и потону не уклонился. Так и избирающим нисколько не может помочь то, если они скажут, что не знали избранного. Но поэтому самому вина и становится большую, что они приняли того, кого не знали. И кажущееся оправдание служит к увеличению осуждения». Еще цитата. «Священник должен быть не только чист, но и весьма благоразумен и опытен во многом, знать все житейское и не менее обращающихся в мире, и быть свободным от всего более монахов, живущих в горах. Должен быть многосторонним, говорю многосторонним, но не лукавым, не льстецом, не лицемером, но исполненным великой свободой и смелости. И однако умеющим и уступать с пользой, когда потребует этого положения дел. Быть кротким и вместе строгим, желая со всеми подвластными обращаться одинаковым образом. Отчего происходят такие смятения в церквах? Я думаю, не от чего иного, как от того, что избрание и назначение предстоятелей совершается без разбора и как случится. Голова должна быть крепкой, а когда она сама по себе слаба и не может отклонять болезненных влияний, то и сама делается еще слабее и вместе с собой губит все тело. Иоанн Златопуст Я начал конспектировать 436 страниц откровения. Я начал конспектировать Ужал 3 листа, я заново начал конспектировать, чтобы уместилось на воду. Понятно? И поэтому в раме надо найти мгновейшее. И как это преподать, за каким стихом? Вот ты готовишься, что? Вообще готовишься-то я не понимаю, что готовишься-то? Считайте здесь, набери считать. Надо однокожность и другая, все, приготовиться, если у тебя какие-то такие мысли новые, которые превышают на писем. Я сейчас спрашиваю, а вы когда-нибудь толковали? Не знаю, я думаю, что нет. Я давал толкование, объяснение, объяснение мне кто-то дает. Что оно означает? Как это выглядеть будет? Если оттолковать, что из этого получится? То есть я вот с какой стороны? Впереди точную цель. Допустим, о посте говорят. Я испытываю посты все. Мусульманские, ночью едят, а утром. До восхода. До восхода. Ночь это тогда, когда, говорит, дерзут нитку черную, белую тыщить не можешь в какой руке. Вот. Ну кто на каком теле, а не на улице? Я это понимаю. Знаю православная диета. А какая лучше? Лучше какая? О, иди, ионы написаны. Непитиль не есть. Непитиль не есть. Я сказала, чтобы скотина ревела. Дети малые, грудные дети. Все постились. А сколько умерло? Не знаю. Ну а так. Не написано. А как думать? Я думаю, ни одного. от поста никто не умерел. А какой просто лучше? Лучше Непитиль не есть. Как Господь в пустыне был. Как порог Илья, как Муисей. На 40 ты не видишь, но на 4 дня там уже пойти. Я так понимаю. Я против этого, особенно, Петрова пост. Сейчас начинается пост. 12, а 10 я заезжаю в 2 дня. Все есть и не подашь. Я тогда стал молиться, чтобы Бог дал любовь, постудыши к этому. В нем я должен был найти то, что мешает мне спастись. Просто мешает. Я не нашел ничего. А раз не нашел, то думаю, что нет ничего отрицательного. Но мне он не нужен. Он не евангельский. Только выше что-то взять дает возможность. Тогда просто отвечаешь. А зачем тогда вот это разделение, деноминация, конфликция? А где вы видели? Вы сами себе создаете это. Ты прямо спрашивай, какой ты ереси принадлежишь? А то православная стоит деноминация. Замяли друг друга. Дальше нет еще. Демонизация. Еще все? Нет еще времени. Все. Хотел еще рассказать. Давайте молимся. Давайте молимся. Сейчас ко мне зайдете. Давайте молимся. Все достойно? Достойно поможет быть? Достойно есть якова истину. Блажите тебя Богородицу. Присноблаженную и принепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин. И славнейшую без сравнения Серафин. Без искренния Бога, Слово Рожьшую, сущую Богородицу Те величает. Любящий наш Отец Небесный, мы прославляем Твое Святое имя и любовь Твою к роду человеческому сотворенному Тобой за Сына Твоего Иисуса Христа, за Голгофскую жертву, за славное воскресение и вознесение. И Ты можешь дать нам просимое, и мы просим, укрепи нас Духом Святым. И все наши нужды Ты знаешь прежде нашего прошения. Все устрои, как Тебе угодно. Если не угоден наш путь, то прекрати его. Поставь преграду. Приши людей за этим и сохрани школу. И распусти нас миром. Тебя, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу нашему слава. Все, на кровати. Прошли, Христос.